Мегаболл офишал представляет Ну, не знаю, если бы я это рассказал человеку, который посмотрел групповой этап, но не смотрел в этап плей-офф, он бы, наверное, не поверил, потому что северо-западная Россия просто разгромила Москву со счетом 12-4, и с этого счета надо как-то выкарабкиваться сейчас, и, ну, посмотрим, что Драгба придумал, возможно, у него есть какие-то козыри. В общем, оператор у нас, как обычно, Алекс Мулянов, бессменный комментатор, Вип Белка, в общем, дуэт отличный. В общем, смотрим, что творится в составе у москвичей. У них в опорной зоне, я так понимаю, на карточке полузащитника, на карточке Киржакова играет российский, да, мы правильно поняли. В нападении играет на карточке Давида Дехе из Кдабл, и Драгба играет на карточке Буфончика. Что творится, собственно, у команды северо-западной России? В опорной зоне находится, вот сейчас не могу сказать, то ли, да, Фродо находится в опорной зоне на карточке Киржакова. Неплохой удар уже, на карточке Ибрагимовича находится Фродо. И также в нападении у нас играет Чавес на карточке Буфона и Хинару на карточке Буфона, конечно же. В общем, у нас полминуты матча уже прошло, и, в принципе, сейчас довольно-таки ровно играются команды, потому что вот в самом начале, ох, какой удар по штанге сейчас был. Хинару сейчас проверил каркас ворот москвичей, очень неплохой был удар. И вот сейчас, посмотрите, что происходит, сейчас грамотно очень держит игроков северо-западной России. Неплохо страхует, ну какой удар, и неужели это гол? Иско Дабл повторяет сумасшедший гол, который стал Вайном. Я думаю, еще раз можно нарезать экстрепривет. Отличный просто удар, не знаю, меня попросили, чтобы я не повторял больше слова «выстрел», но как уж сказать, тут аж огонь пошел от мяча. Ну, ребят, счет 13-4. Вот сейчас будет интересно, потому что... Нет, не 13-4, я перепутал стороны, 12-5 счет. Ну вот сейчас будет интересно, очень быстрый гол. Видно, что не ожидала северо-западной России такого быстрого развития событий. Но, в принципе, не наблюдается сейчас команда сильно потерянной, хотя вот небольшие вот такие вот промедления все-таки наблюдаются. Неплохая у нас передавка. Сейчас посмотрите, как Российский включился вовремя в борьбу. Он помогает на фланге Иско Дабла отбирать мяч. И это очень грамотное решение, потому что, если фланг провалили, то это уже потенциально опасная атака на свои ворота. Иско Дабл сейчас против Хинару. И кто же переборет? Ну, очень спорное единоборство. И закончилось оно тем, что Иско Дабл остался с мячом и отдал неплохой пас на Драгбу. Но Драгба был закрыт. Чавес очень вовремя успел закрыть собой мяч. И гол забивает Драгба. Ребята, 12-6. Я не знаю, под какими сейчас средствами находится команда Москвы. Но, по-моему, они понимают, что они сейчас могут. Они пристрелялись, и у них уже получается играть так, как они должны были играть первый матч. Поэтому, не знаю, вот, вне зависимости от того, как первый тайм закончится, я не думаю, что за две минуты сейчас Москва рассыпется. Но мне будет очень интересно смотреть на эту игру. Потому что, посмотрите, как Иско Дабл уже поворотом бьет. Очень неплохо. Хинару сейчас пытался найти для себя свободное пространство, но не получилось. Потому что уже Россицкий в игру включился. Чавес сейчас проверил Россицкий на устойчивость к мячу. И, в принципе, эту проверку Россицкий прошел. Мяч у Фродо. Фродо отдал передачу через игроков-соперников на Хинару. Хинару с мячом. Хинару передачу на Чавеса. Иско Дабл сейчас пытался помешать пробить поворотом. И вообще сейчас посмотрите, как он агрессивно борется против Хинару. Потому что, напомню, что Иско Дабл тоже играл в Арсенале. И, возможно, что эту кухню арсеналовскую он знает изнутри и знает, как с ними бороться. Хинару с мячом. Что он придумает? Он сейчас пытается отдать передачу, но эта передача очень успешно блокирует Иско Дабл. Он убивает мяч куда подальше за центральную линию. И снова Иско Дабл с мячом. Но сейчас его очень жестко начинает прессинговать Хинару. Ой-ой! И это гол! Что происходит? Ребята, счет 12-7. То, что казалось просто невероятно невозможным, сейчас потихонечку с каждым шагом все ближе становится к Яве. Потому что, как вы понимаете, счет 12-7. И если нужно было отыгрывать 8 голов, сейчас нужно отыгрывать уже 5. То есть, если включить чисто математику такими темпами... Ну, к концу третьего тема мы будем иметь счет 12-13 в пользу москвичей. Но мы, конечно, понимаем, что Мегабол с математикой не особо дружат по некоторым багам, которые до сих пор не пофиксили. Иско Дабл с мячом. Ой-ой! Какой пас на драгбу! И неужели сейчас Фродо не успеет? И Фродо успевает в последнюю секунду, Фродо успевает выбить мяч из-под ног у Драгбы. Потому что счет мог становиться 0-4. Вот это было бы уже очень опасно. Потому что команда бы попусту начала сыпаться. Но вот сейчас Фродо очень вовремя включился в борьбу. И посмотрите, как сейчас Чавес грамотно передавил Драгбу, чтобы Драгба не смог отдать передачу и просто быть первым на мяче. Очень толковое решение. Мне сейчас очень нравится, что даже при счете 0-3 в пользу москвичей, ну в этом матче, разумеется, команда Северо-Западной России не сыпется и выглядит очень уверенно. И играет в первую очередь за головой, потому что это очень важный показатель. В принципе, первый тайм у нас заканчивается. Первый тайм ответного матча. И счет, так для справки, счет сейчас 12-7 в пользу Северо-Западной России. А вернемся ко второму тайму матча, как только команды поменяются сторонами. И, возможно, мы увидим какие-то замены, потому что, как вы видите, наблюдательское просто кишит игроками. Ну, а мы возвращаемся после перерыва. Второй тайм матча. Итак, ребята, мы возвращаемся в этот матч. Возвращаемся в этот матч. Да, отлично. Матч у нас начался. Как мы видим, замена у нас не появилась. Все, кто играли в первом тайме, играют во втором. И это очень смелое решение со стороны Северо-Западной части России, потому что после первого, казалось бы, провального тайма 3-0, возможно было подумать немного о заменах. Потому что 3-0, это все-таки появляются вопросы, несмотря на то, что команда в целом играет очень неплохо. Но, ребят, не забить ни одного за тайм. Ну, просто к сведению, в прошлом матче, если статистически приводить цифры матча, то за первый тайм они уже 4 забили. Против одного гола москвичей. То есть, ну, как бы в план уже не входит, и это уже есть повод задуматься. Посмотрите, Российский уже включается в игру. Пытается дать передачу на фланг, чтобы максимально быстро развивать атаку, потому что забивать в этом матче придется очень много. Ну, или не придется забивать, но просто кому-то придется попрощаться с турниром. Хинару с мячом. Хинару сейчас попробовал обойти Драгбу, но Драгбу обойти не получилось, потому что он грамотно очень выбрал позицию. Посмотрите, Искодабл сейчас пытался перебороть Фродо, но не получилось. Мяч у Российский. Российский хотел отдать передачу, но не получилось у него пнуть по мячу. Из-за этого появляется сейчас небольшая опасная ситуация. Ну, нет, Хинару не решил пойти в обгон Российского, потому что у него преимущество по карте есть и, в принципе, правильно сделал. Ну, сейчас посмотрите, если вы наблюдаете за полной картиной так же, как и я, то увидите, что сейчас начинается неплохая такая выжимка и просто тотальная давка игроков Москвы. Потому что, если вы видите, сейчас уже... Вот, ребята, вот главный признак того, что у какой-то команды проблема или она просто глубоко садится в деф, если вы видите двух игроков... Вот сейчас неплохо Хинару пытался продавить. Если вы видите двух игроков своей команды в своей штрафной, то есть опорника еще в какой-то наб, значит, начинается давление сумасшедшее. Вот как вы сейчас видите, Искодабл, он пока не заходит в штрафную. Это говорит о том, что какое-то пространство хотя бы есть еще у него и, собственно, у Драгбы. Но как только они заходят в штрафную, то все, начинаются нервы, начинаются проблемы, потому что... Ну, вот, посмотрите, сейчас уже начинается прессинг какой, и уже Хинару пытается с мячом, он пытается пристреляться, но не получается у него Драгба с мячом. И Драгба сейчас очень неплохо обошел Хинару, но мяч все равно находится на половине поля москвичей, и он очень опасно отскакивает, то и дело, в сторону ворот, не дая возможности российскому, в принципе, расслабиться, передохнуть хотя бы, потому что, если вы видите, что сейчас атаки вот волнами идут, одна за одной. И посмотрите, как сейчас проверяют его на нервы, но он эти нервы выдерживает, но с другой стороны, вот представляете себе, что чувствует игрок, который вроде бы не пропускает. И казалось бы, что при счете 0-0 это очень хорошее показатель, что он не пропускает. Но когда посмотреть с другой стороны, что человеку нужно еще, ну вернее, его команде нужно забить еще 5 безответных мячей, а они находятся уже почти весь тайм в таком глубоком дефе, появляются огромные вопросы, и, конечно, начинаются сумасшедшие нервы. Вот сейчас, например, Россицкий мог, в принципе, не идти на мяч, потому что Иску Дабл шел на мяч, но ладно, главное, что у них без ошибки получилось мяч обработать и выдать передачу. Чавес сейчас с мячом пытается он как-то пробороть свой фланг, на котором он играет, чтобы создать потенциально опасную атаку. И посмотрите, что у него получается, он в углу сейчас пытается накрутить Иску Даблу, неплохая передача на Испхинара, чуть-чуть поближе был, то это был бы опасный удар. И посмотрите, ребята, я могу сказать, что после такого, казалось бы, сумасшедшего первого тайма в исполнении москвичей мы видим абсолютно другой второй тайм, который не уходит в копилку Северо-Западной России, потому что по счету это счет 0-0 во втором тайме. Ой-ой-ой, Хинара у нас возвращает интригу, он забивает гол в свои ворота, и счет у нас 12-8. Не могу сказать, что этот тайм ушел, ну сейчас по счету уже точно не могу сказать, и еще один гол Иску Даблу забивает, что происходит? Ребят, 12-9. Они решили за последнюю минуту быстренько план на весь тайм забивающий, ну, как бы, голов, который им надо забить, выполнить. И у них это получается. Хинару, если бы сейчас Хинару попал по мячу, то счет был бы 13-9, и, возможно, это были бы похороны. Но сейчас мы видим 12-9. 12-9, ребят, это какой-то сумасшедший показатель. Я не знаю, как так получилось, как допустили такие оплошности, такие игроки, как Хинару, да и как-то мяч второй залетел, то есть как Фродо не увидел его. В общем, ребят, становится очень жарко. Счет 12-9. В этом матче, во втором матче уже 5-0 Москва лидирует вообще без поражений, без пропущенных голов. Это огромная заявка на третий тайм, поэтому те, кто ушли после первого матча, перестали смотреть, собственно, матчи Кубка СНГ и, в частности, сборной Москвы, возвращаемся немедленно. Потому что вы можете сейчас увидеть один из величайших камбэков за всю историю Кубков СНГ, потому что в прошлых Кубках такого точно не было. Вернемся, в общем-то, после перерыва к третьему тайму, чувствую, что будет жаришка. Третий тайм матча. Ребят, вот я сейчас специально на секунду буквально до матча решил поставить стоп-кадр. Мы сейчас наблюдаем, что у нас находится хэтчбэк. Хэтч, привет, кстати. Волк находится в наблюдающих. Понятное дело, что Алекс Мулянов и топ-опенап. Вот сейчас мы, в принципе, начинаем уже матч, ну, третий тайм матч. Я вот, честно говоря, поражаюсь, как топ-опенап не рискует вступать в эту игру, потому что, ну, что творится сейчас? Сейчас команда его летит в этом матче 5-0. То есть, какая боль, какая боль. Конечно, по сумме двух матчей там еще разрыв, будь здоров. Но если смотреть в масштабе, собственно, одного матча, то, ну, это провал. Это провал северо-западной России. И я не понимаю, почему они так играют. Потому что, ну, как бы, первый тайм, первый матч, который они показали, это просто феерия была. Ну, это для справки, то, что ни у кого замены никаких не было. Первый тайм, первый матч, который они играли, это был просто сумасшедший матч. Это, наверное, матч турнира был, потому что настолько играли хорошо, все залетало. Но сейчас я вижу совсем уж, вот, особенно после первого тайма, совсем уж вяло играющую команду, я сейчас про северо-западную Россию, я видел, как они прессинговали, агрессивно прессинговали. Во втором тайме, вот, посмотрите, мяч в тангу залетает, а сейчас мог бы получиться еще один голевой момент. То есть, я сейчас не вижу, как бы, такого агрессивного стиля, агрессивной манеры игры у северо-западной России. И это, на самом деле, очень грустно наблюдать, потому что, ребят, ну, я понимаю, что вы выиграли 12-4, но устроите маскарад, устроите шоу, разгромите еще крупнее. Сделайте еще победу, у нас Хинара улетел, ФП назначаем. Ну, тем более, пока есть время, я могу чуть-чуть высказаться. Когда команда проигрывает 12-4, ее надо добивать, причем добивать так, что без шансов. А сейчас 12-9, ребят, то есть, ну, как бы, ну, это несерьезно немного в этом плане, потому что мы все должны прекрасно понимать, что, например, если делать аналогию, ну, конечно, для белки это привычная аналогия, если делать аналогию с животным миром, то хищник, который поймал жертву, он ее всегда добивает, то есть, до последнего. Сейчас мы наблюдаем же, что хищник поймал жертву и дает возможность ей выбраться из капкана, и она по чуть-чуть с каждым шагом все ближе и ближе от выхода, то есть, еще чуть-чуть, и уже сейчас выйдет. И хищник останется без обеда. Поэтому, не знаю, я думаю, что топ-опу-напу нужно немного пересмотреть тактику игры, если он за этим следит, в принципе. Но, судя по прошлому матчу, я думаю, что он следит, потому что играет команда очень-таки здоровски. Сейчас Алекс Мулянов пытается в отчаянной борьбе против Хинаро как-то перетолкать его, чтобы он в угол не залетал, а он вообще вылетел, да. Ну, ладно, я думаю, у нас ФП мы будем, конечно, доигрывать, потому что матч очень опасный, и, как мы понимаем, то, что, ну, тут каждая копейка, каждая секунда будет на счету. Очень опасно будет как-то пренебрежительно относиться ко времени, которое дается на то, чтобы попытаться совершить камбэк или, наоборот, тянуть время. Поэтому, не знаю, в принципе, я, наверное, запись останавливать не буду, потому что тайм идет по системе, и чтобы мы знали, сколько, в принципе, ФП доигрывать, тайм останавливать не буду. Я думаю, могу лишь высказаться о, в целом, выступлении от команд, тем более, что Хинаро у нас, по-моему, в игру возвращается, в руме я его вижу вроде, хотя чат очень маленький. Да, мы видим его, он вернулся, ну, тогда, в принципе, я могу в другой раз высказаться по поводу этих команд. В принципе, ничего страшного, я думаю, вы не сильно много потеряете в плане смысловой нагрузки. Ну, Хинаро у нас шевелится, я думаю, можно продолжать игру, да? Ну, да, мы будем доигрывать ФП, это, в принципе, очевидно. Вот, я не понимаю, возможно, сейчас команды пытаются дождаться полного окончания тайма, чтобы потом начать почти весь тайм играть заново. Ну, в принципе, решение неплохое, потому что сейчас кто поймет, кто где находился в момент, когда улетел Хинаро, какой дабл сейчас Алекс Мулянов показал, никто сейчас точно не сможет сказать, ну, кроме меня, если я сейчас обратное время отмотаю немного, никто не сможет сказать, вот у них в данный момент для них времени, кто где находился, поэтому логичнее и правильнее будет дождаться все-таки эти 30 секунд и начать тайм уже заново дать небольшой перерыв, там где-то полминуты было, и вот они заново начнут играть уже в виде ФП целый полноценный тайм. Ну, в целом, от обеих команд у меня в целом после двух матчей хорошее впечатление, потому что Северо-Западная Россия показала, что они в первом матче могут сотворить делов и во втором уже отдыхать. Но, ребят, Кубок СНГ – это не такой турнир, где можно отдыхать, это турнир, в котором нужно выкладываться на полную катушку каждую данную тебе секунду. И об этом прекрасно могут сказать такие игроки, как Иску Дабл, которые уже два дабла сделали, очень красивых. Такие игроки, как Драгба, которые были уже официально признаны лучшими игроками группового этапа. Также могу сказать то же самое и про Фродо, и про Чавеса, и про Хинару, и про Волка, и про даже Россицкий, потому что сегодня он играет очень хорошо, и, в принципе, это, по-моему, он идет на сухарь. Ладно, в общем, вернемся к доигрыванию ФП после перерыва, и поймем, сколько они будут доигрывать. ФП матча. Итак, ребят, мы с вами возвращаемся в этот матч. У нас идет уже добавочное время, добавленный тайм. Напомню, что счет сейчас 12-9 в пользу Северо-Западной России. И, ну, по сути, в целом, сейчас у нас будет полноценный тайм, который второй тайм, ну, который мы не доиграли вследствие того, что вылетел у нас Хинару, а потом решили, приняли решение коллегиальное, лучше не продолжать этот тайм, дать возможность и передохнуть игрокам. И, ну, в принципе, никто не запомнил свою позицию, поэтому мы сейчас доиграем еще один тайм. Сейчас у нас находится с мячом Хинару, и Хинару держит мяч довольно-таки долго уже и очень опасно. Сейчас уже Чавес с мячом, Драгбай его держит. И вот сейчас неплохо очень, Драгбай его передавил еще сзади, и Рассицкий помогает продавить соперника. Очень неплохо сейчас выглядит. Вот посмотрите, что я называл позиционным нападением, позиционной атакой и позиционным дефом, когда уже больше двух человек находится в штрафной своей. Поэтому сейчас очень опасно. Главное, сейчас не умудрить, что творит Иску Даббл. Он продавливает. Счет 12-10, ребята. Осталось 4 игровых минуты, чтобы отыграть 2 гола. И это уже не кажется такой невероятной задачей, как выглядело в самом начале первого тайма. Потому что остается 2 гола, и сейчас просто спасается сборная Москвы от выстрела Чавеса, потому что он попал прямо по штанге. Драгбай сейчас какое-то время вообще за пределами был, потому что Хинару передавил, перетолкал. И вот сейчас будет очень интересно наблюдать за тем, как команда сможет собраться. Потому что играют они сейчас, будь здоров, никому мало не покажется. И вот сейчас Рассицкий с мячом. Рассицкий передача на Драгбу не точная, но Драгба исправляет эту ситуацию, передавливая Хинару. Мяч с Чавесом. Мяч с Чавесом. Чавес с мячом. Драгба сейчас выходит 1 на 1 против Фроду, но Фроду очень вовремя на опережении срабатывает. Выносит мяч куда подальше. Очень далеко. Драгба с мячом. Драгба теряет мяч с мячом Рассицкий. Рассицкий сейчас пытался отдать передачу вперед, не получается. Посмотрите, из Кудабут сейчас выходит 1 в 0 почти. И неужели, неужели он забивает? Ребята, гол 12-11. Что происходит? Остается 1 гол до сумасшедшего камбэка. Это легендарный матч будет, если этот гол сейчас залетит в ворота. И больше в этом матче не залетят голы. То есть матч закончится в ничью. Это просто легендарный матч будет. Потому что счет 12-11. Что происходит, Карл? Я не представляю себе, что в какой-то из других измерений я мог представить себе, что попаду на матч таких сумасшедших камбэков. Не знаю. У меня сейчас... Ну, возможно, из-за того, что я первый раз смотрю матч. Я напомню, что все матчи я смотрю как бы в первый раз. То есть я не знаю, что произойдет через секунду. Может кто-то вылетит. Может кто-то в свои ворота забьет. То есть я не смотрю матч. И, возможно, вот из-за того, что я не смотрел этот матч, я сейчас на таких эмоциях. Потому что для меня это, в принципе, ну, часть истории, наверное. Это, без сомнения, будет один из величайших матчей в истории второго розыгрыша Кубка СНГ. Потому что, посмотрите, что происходит. Сейчас происходит тотальная доминация москвичей. Москвичи дали оплошность, но они возвращаются. Они сейчас снова не дают возможности. И, ну, что происходит? Остается чуть больше минуты. И, возможно, и меньше минуты, потому что доигрывали ФП не особо много. То есть там они чуть-чуть все-таки от тайма сыграли. И всем спасибо за игру. Ребята, а, по-моему, игра закончилась. Да, уже не сопротивляются. Ребята, 12-11. В общем, победа Северо-Западной России. Но, ребят, камон, они пропустили в этом матче 8-7 голов пропустили безответных. Это повод, огроменный повод задуматься топ-опа-напу. В принципе, по поводу состава. Я надеюсь, что он сделает выводы. И в полуфинале у нас появится уже совсем другая Северо-Западная Россия, которая будет крушить соперников с полоборота. Ну, а с вами была официальная группа Мегабола. С вами был комментатор Вибилка. Всем удачи, всем счастливо, всем пока.